Добрый вечер. Развитию бизнеса в Архангельской области мешают северные льготы. В эфире программа «Открытая студия» и я ее ведущая Юлия Новикова. На инвестиционном форуме в Сочи губернатор Архангельской области Игорь Орлов попросил федеральной власти снять с регионов обязанности по выплате северных надбавок. Впрочем, речь идет не об отмене северных льгот, а о создании новой системы, которую бы снова сделала север привлекательным для приезжих и для жизни. Какой должна быть эта система, обсуждаем сегодня в прямом эфире. Эксперты программы Виктор Иконников, заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике. Виктор Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Также у нас в гостях Виктор Казаринов, депутат областного собрания, председатель комитета по экономической политике и предпринимательству. Виктор Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к разговору по телефону 598 700 жителям Архангельской области. Напомню, код города Северодвинска 8 818 4. Итак, вернемся на форум в Сочи. Губернатор Игорь Орлов попросил снять с регионов обязанность по обеспечению северных льгот. Во всех СМИ прошла такая формулировка. Когда что-то подобное звучит в газетах, по телевидению, северяне начинают очень волноваться. Поэтому предлагаю с самого начала проговорить. Идет ли все-таки речь об отмене северных льгот? Речь об отмене северных льгот не идет. Действительно, на форуме в Сочи вопрос осуждался. Вопрос осуждался все-таки с фокусом на то, что условия ведения бизнеса на севере, они отличаются во многом от средней полосы, от южной части территории государства. И было привлечено внимание федерального центра именно к этому вопросу. И вопрос формулировался именно через призму того, чтобы найти механизмы компенсации сегодня вот этой действительно дополнительной нагрузки, которую бизнес сегодня испытывает на северах, с тем, чтобы ее компенсировать. И вот, кстати говоря, эта инициатива была еще предложена губернатором президентом в 2016 году. И это поручение, кстати, до сих пор находится на рассмотрении на федеральном уровне, где одним из механизмов предлагался как раз снижение страховые взносы, которые работодатели отчисляют во внебюджетные фонды в качестве компенсирующей меры вот этой избыточной нагрузки, которую работодатели несут в связи с применением северных льгот. То есть сегодня вы предлагаете для работника оставить все то же самое? Абсолютно так. Условия изменить. Система северных льгот была принята еще в Советском Союзе при плановой экономике, когда не было ни малого, ни среднего бизнеса. Вообще мы жили в другой стране. Можно ли назвать ее сегодня устаревшей? Каково ваше мнение? Ну, на самом деле, в советское время это была суперэффективная система привлечения лучших специалистов со всего Советского Союза для работы в условиях Крайнего Севера. И именно благодаря этому город Северодвинск, в нем собрана, в свое время была собрана фактически элита со всего Советского Союза. И вот мы, когда в 80-х годах заканчивали институт, у людей стоял выбор, куда по распределению. То есть, специально делали фиктивные браки для того, чтобы по распределению не отправили, например, в Питер, в Севастополь, в Николаев, только для того, чтобы остаться в Северодвинске, потому что реально зарплата была намного больше, чем в целом в стране. Но в советское время предприятиям, которые работали на Крайнем Севере, вот как раз северные льготы компенсировались за счет отдельных источников, не учитывались в показателях экономической деятельности. Сегодня мы живем в совершенно других реалиях. Страна живет и работает в рыночной экономике. Я считаю, что на сегодняшний день вот тот механизм, который в советское время был очень эффективен, на сегодняшний день он объективно устарел, является очень серьезным тормозом для развития северных территорий. Но при этом то, что обязательно тем людям, которые живут на Крайнем Севере, в наших сложных климатических условиях, с высокими тарифами на отопление, на электричество, длинный год, холодный, обязательно это нужно компенсировать. И вот хотелось бы, чтобы на федеральном уровне было проанализировано вот вся эта ситуация. Поэтому предпринимательское сообщество Архангельской области уже не первое десятилетие бьется над этим вопросом, что нужно что-то делать с северными льготами. Несколько лет назад наш губернатор поддержал нас в этом вопросе. И теперь мы вместе, где губернатор, где депутатский корпус, где предпринимательские сообщества, там, где это возможно, ставим вопрос о том, что что-то с северными льготами нужно сделать. Кстати, я хочу добавить, что та инициатива, о которой мы сегодня говорим, она поддержана на федеральном уровне по многим направлениям. Деловая ассоциация на федеральном уровне поддерживает, Общественная палата поддержала, Совет Федерации поддержала вот эту инициативу, действительно понимая то, что бизнес необходимо на северах поддержать. И вот как раз тот инструмент, который был нами предложен в виде снижения страховой вознос, как один из инструментов, он сегодня все больше и больше, все признают, что он может быть эффективным. Вы сейчас говорите о тех 30%, которые работодатель платит в соцстрах, и которые работник не видит в своих расчетниках. Именно об этом. Их, по вашему мнению, можно сократить. И этого хватит на то, чтобы бизнес развивался? Ну вот как раз на совещании, которое во вторник проходило в областном правительстве, там как раз вопрос поддержки бизнеса на севере рассматривался, было принято решение о том, чтобы на федеральном уровне создать рабочую группу, где наш губернатор войдется председателем. Эта группа должна действовать в рамках госкомиссии по Арктике. И на ней как раз с приучением экспертов, приучением бизнеса, деловых ассоциаций, науки рассмотреть вопрос о том, какая должна быть величина этого снижения, а также иные механизмы, которые позволят снизить эту нагрузку. Но в качестве иных механизмов, например, можно посмотреть, и мы предлагали это уже неоднократно, и тоже поддержка была на различных площадках. Например, при выделении федеральной поддержки регионам, именно северным регионам, по аналогии с Дальевосточным федеральным округом, предусмотреть повышающие коэффициенты. Это объективно, стоимость строительства дороже, стоимость энергоресурсов объективно повыше, отопительный сезон выше, логистика сложнее. Поэтому это необходимо учитывать, и мы считаем, тогда действительно будет сбалансировано развитие на всей территории государства. Вот если говорить о северных льготах, у нас 52 дня отпуск в Северодвинске, женщины на час раньше уходят домой, коэффициенты зарплаты 2,2. Но объясните, пожалуйста, вот как именно система северных льгот тормозит развитие предпринимательства? Вот на примере бы с цифрами понять. Вы знаете, когда мы готовили обращение к президенту, когда готовилось совещание, эксперты, безусловно, подключались к обоснованиям, к расчетам, и вот на примере одного из, мы просто взяли в одно модельное предприятие, Вологда, Архангельск, Северодвинск, 10 мужчин работают, 10 женщин, абсолютно одинаковые условия входящие, то есть абсолютно одинаковая цена продукции, другие параметры. И в заключение эксперты выдали следующие цифры, что прибыль, которую получают в итоге свидетельствия предприятия, на 38% ниже в Архангельске по сравнению с Вологда, и на 45% в Северодвинске. Из-за того, что необходимо сокращенно рабочую неделю женщину выдерживать, необходимо дополнительный отпуск предоставлять, необходимо компенсировать проезд к месту отдыха и так далее. Поэтому мы говорим про то, что действительно нагрузка выше. Эксперты это показывают. И показывают конкретный реальный расчет. Виктор Евгеньевич, неужели то, что женщина ушла домой на час раньше, чем мужчина, несет такие колоссальные потери бизнеса? Ну, получается так, что ушла на час раньше, 52 дня отпуск, бесплатный проезд в отпуск раз в два года всем членам семьи. Причем, как правило, люди стараются взять отпуск не до Вельска съездить, например, а если бесплатная дорога, и на Дальний Восток можно съездить. То есть, реально суммы набегают очень большие. И поэтому бизнес же он работает как? Он на определенном этапе ставит вопросы, тянет пока он может. На каком-то этапе, когда вот та капля никотина, которая убивает лошадь, вот она капнула, и бизнес закрылся. Десять лет назад город Северодвинск был, ну, можно сказать, там, меккой швейной промышленностью. Несколько тысяч человек в разных сферах работали, выпускали в громадных количествах спецодежду для предприятий по всей стране, красивую модную спортивную одежду, пуховики, куртки, джинсы, которые на Вага-Бэй, которые гремели на всю Россию. На сегодняшний день, насколько я знаю, практически все закрылись. Кто-то в состоянии банкротства, идут судебные разбирательства. И это все следствие того, что сначала увеличилась нагрузка на фонд оплаты труда, когда с 14% до 30% подняли отчисления в небюджетные фонды. Ну и на сегодняшний день это реальная конкуренция в сложных экономических условиях, когда приходится конкурировать за каждый рубль. И вот эти, ну, на первый взгляд, может быть, кажется, что это не очень существенные вещи. Они приводят к тому, что предприятия какие-то закрываются, какие-то, может быть, появляются интересные идеи. Люди уезжают реализовывать эти идеи там в ту же Вологодскую, Ярославскую область, где и энергоресурсы гораздо дешевле, и рабочая сила объективно дешевле, потому что там нет нагрузки в виде северных льгот. Ну ведь у нас не только зарплаты выше, у нас и, получается, платежеспособность северян выше, соответственно, они больше могут за джинсы заплатить, ну или за те же огурцы. Или вот я как-то неправильно... Ну подожди, давайте посмотрим, не вся же продукция, которая производится на территории региона, она реализуется на территории региона. Например, взять национальный приоритет Арктика. Большое количество проектов. Если наши компании участвуют в этих проектах, если показывая именно благодаря высоким компетенциям, своей мобильности, вот Виктор Евгеньевич неоднократно сегодня упомянул о том, что в Северодвинске великолепные кадры, именно благодаря вот возможности участия в каких-то умных решениях, которые требуют уникальной именно квалификации персонала, там и выигрываем. Но когда речь идет о серии, там уже совсем другая картина. О массовом производстве. О массовом производстве. Сегодня все эти тендеры, которые проводят крупные компании по закупке, например, металлоконструкций, серийного толка, там в основном это поставщики из средней полосы, выгоднее произвести там, привезти сюда и погрузить на пароход, отвезти в Сабетту, чем произвести у нас. Действительно, 15-20% цена предложения ниже на любых из торгах, которые проводили крупные компании. Это факт. А еще и по закону о тендерах нельзя покупать дороже, даже если хочется поддержать производителя. У нас есть звонок. Добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Олег. Мне кажется, я очень не согласен с тем, чтобы отмена льгот была. Особенно у, как вы говорите, работодателей. Работодатель все равно будет давить на подчиненного. Это очень неправильно, отмена льгот. Русский Ванька и Манька в глубинке. Все равно нас это коснется. Спасибо. Нельзя отменять льготы. Спасибо вам за звонок. Да, давайте, если можно, я отвечу. Олег, спасибо за вопрос. Но на самом деле хочу еще раз подчеркнуть, что речь об отмене льгот никоим образом не ведет. Вопрос ставится не в этом ракурсе. Вопрос ставится о том, что ведение бизнеса, никоим образом не ущемляя прав работников, никоим образом не снижая ни заработной платы, ни вот все эти льготы, которые сегодня предоставляют северянам, снизить нагрузку на бизнес с другими инструментами, снижать фискальную нагрузку, те налоги, те платежи, которые они сегодня выплачивают в бюджет, помогать больше из бюджета в рамках государственных программ. Об этом идет речь. Тем, чтобы наши предприятия развивались, было больше рабочих мест и они более комфортно себя чувствовали по сравнению со своими конкурентами из других регионов. Если Виктор Михайлович представляет областную власть, то Виктор Евгеньевич, я задам вопрос как предпринимателю. А вы как считаете, можно ли отменить северные льготы? Что у нас будет с бизнесом в таком случае? Я считаю, что северные льготы в обязательном порядке должны сохраняться, но на мой взгляд, они должны быть существенно видоизменены. Понятно, то, что Виктор Михайлович сказал, если снизить размер страховых взносов, отчасти это немножечко нагрузку на бизнес, причем и на малый, и на средний, и на крупный, даже на такой, как Севмаш, Звездочка, это касается всех. Да, это будет все равно хоть что-то и какой-то плюс и поможет как-то выживать. Но я считаю, что все-таки на сегодняшний день назрела необходимость. Старый механизм действует уже, ну, скоро 100 лет будет, как старый механизм работает, и нужно что-то другое. Тем более поставлена задача освоения Арктики, это громадный объем работы, и опять потребуется много квалифицированных людей, чтобы люди стремились сюда ехать. Я считаю, что все-таки более правильным был бы вариант адресной выплаты за счет бюджета, именно за факт проживания во вредных климатических условиях, в условиях Крайнего Севера. И эти выплаты должны производиться не только работающим людям, но и пенсионерам. Почему наши пенсионеры должны страдать? То есть работающим, да, проценты повышенно выплачиваются, отпуск 52 дня, у пенсионеров этого нет. Стоит задача очень остро в России снижение численности населения и повышение рождаемости. Если будет принято решение о компенсации всем, соответственно, значит, семьи не будут бояться заводить детей и будут понимать, что за счет мер господдержки за проживание в условиях Крайнего Севера можно нормально растить и воспитывать детей. То есть я сторонник все-таки адресной выплаты всем жителям. Одинаковый. Это вопрос для дискуссионной, то есть, наверное, все-таки для детей это должно быть в какой-то степени поменьше. Значит, для работающего населения, наверное, это побольше, потому что им нужно реально больше тратить энергии, больше расходная какая-то составляющая, им нужно содержать свои семьи. Но это уже вопрос, этим должны заниматься специалисты. Я считаю, что это здорово бы решило проблему. Я думаю, в рамках рабочей группы как раз эти вопросы будут рассматривать, привлечение, опять же, науки, экспертов, бизнеса, чиновников региональных и федеральных. Нет, на самом деле, насчет суммы здесь разговаривать сложно. Может быть, это будет, я условно говорю, может быть, это будет там 8 тысяч рублей, может быть, это будет 15 тысяч рублей в зависимости от ситуации. И тогда, вот снимая вот ту верхушку нагрузки на любой бизнес, будь то малый и средний, или это у нас, опять, я вернусь, тот же Севмаш, значит, конкурентноспособность наших производителей, она существенно увеличится, потому что вот громадные издержки связаны непосредственно с выплатой этой заработной платы или каких-то компенсаций. На это ведь идут у нас все страховые взносы. Громадная вот эта верхушка снимется, и наша продукция станет намного более конкурентоспособной по сравнению с другими регионами. Кстати говоря, вот, Виктор Евгеньевич, продолжение. Вот если посмотреть, какие меры сегодня федеральной поддержки идут, например, по тем же моногородам, по территориям, перережаясь социально-экономического развития, кстати, Север-Нинск тоже моногород, там как раз речь идет о инструментах стимулирования развития бизнеса и привлечения инвестиций, именно как раз снижение фискальной нагрузки, имеется снижение страховых взносов. Там 7,6% вместо 30%, которое сегодня на остальных территориях, и по другим налогам целый набор снижения нагрузки, и именно это вот федеральный центр видит как инструмент для того, чтобы, снижая нагрузку, будут привлекаться инвестиции, сдаваться новые рабочие места. Почему федеральному центру это должно быть интересно? Снимать вот эту заботу с регионального бюджета, снимать заботу с малого и среднего бизнеса? Почему в Москве? Вы знаете, мы все прекрасно понимаем, государство должно развиваться равномерно, об этом говорит у нас президент. И это с одной стороны. С другой стороны, Севера, они в первую очередь будут участвовать в реализации одного из самых крупных национальных проектов, это Арктика. Я уже приводил пример, когда наши компании участвуют в освоении Арктики, у нас также участвует наука, мы участвуем в сфере обслуживания, потому что, безусловно, здесь базируется целое предприятие, которое работает на Арктику, потому что, поэтому и объективно, что Севера должны развиваться, не отставая от остального территории. Кстати говоря, в последнее время такая тенденция намечается, но бизнес тоже задает вопросы, какие условия вхождения будут на Севера. Понимая, что Арктика является приоритетом, многие из компаний, которые сегодня расположены в центральной части, в южной части, смотрят, как площадки для локализации своих производств здесь, потому что, безусловно, ближе к рынку, безусловно, ближе к потреблению, но при этом задается вопрос, а как мы насколько комфортно будем себя чувствовать? Такая нагрузка сегодня все равно, и труд дороже, энергоресурсы дороже, светлый день гороче, отопительный зон длиннее, поэтому все это в наборе, я их абсолютно поддерживаю, они логичные вопросы задают, поэтому да, смотрят, но смотрят очень аккуратно, каким образом государство будет создавать определенные преференции для вхождения сюда. Вот перечисляете абсолютно привычные для северян вещи, а для инвесторов средней полосы получается это что-то удивительное, да? Нет, просто вот на сегодняшний день, Виктор Михайлович может подскажет, может знает цифру, для Дальнего Востока установлены совершенно другие, другой размер страховых взносов, там, по-моему, или 7 с чем-то, или что-то, совсем мало. Это тоже больше для территории, опережающей социально-экономического развития, но там просто география этих территорий, она гораздо больше, у нас там можно только на городах создавать, и на территории Дальнего Востока география гораздо шире, поэтому размер возможностей в Дальневосточном федеральном округе ему выше. Но это еще не все. Вот я уже говорил о том, что сегодня та бюджетная поддержка со стороны Федерации, например, сельского хозяйства, по другим программам, она идет с повышающими коэффициентами. Понимая это, мы тоже обратились с тем же самым, что севера в таком же режиме необходимо поддерживать, и я вам скажу, что, говорю еще раз повторюсь, на ряде площадок поддержка этому была получена. Виктор Евгеньевич, с 1 января минимальная зарплата в Северодвинске по закону составила 20 800 рублей, и как это восприняли предприниматели, и много ли это, на ваш взгляд? Ну, поднялся мрот, с 1 мая будет очередное повышение, и с точки зрения людей, живущих на севере, это абсолютно правильно. Ну, на мой взгляд, минимальный размер оплаты труда должен быть реально выше, чем тот, который сейчас установлен, и тот, который в мае 11 с чем-то будет. Но, тем не менее, это был большой рывок. Да, потому что на эти деньги реально прожить невозможно. То есть, его и дальше нужно повышать. Но вот в совокупности с необходимостью именно на минимальный размер оплаты труда начислять северные льготы, я боюсь, что очень большая часть предпринимателей физически не сможет профинансировать вот свои расходы за счет своей операционной деятельности, и какая-то часть предпринимателей будет закрываться, какие-то компании будут закрываться. Это что, это не просто предприниматель перестал работать, это, соответственно, те люди, которые у него работали, остались без работы, им нужно искать работу. Бюджет лишился НДФЛ, а НДФЛ это у нас один из бюджета, образующих из основных налогов для территорий. И поэтому последствия могут быть достаточно серьезные. Вот в бюджетной сфере несколько проще, вчера в новостях прошло, что на федеральном уровне принято решение, вот для решения проблемы нехватки в бюджетах субъектов Российской Федерации для повышения минимального зарплаты до минимального размера оплаты труда будет выделено 30 миллиардов рублей. Ну, прошла такая информация. Но кто будет компенсировать издержки бизнеса, то есть тут вот три пути. Первый – это закрываться, второй – уходить в серый сектор, третий – переезжать куда-то в другие регионы, где нагрузка будет меньше. Хотелось бы, чтобы не было у нас ни того, ни другого, ни третьего. То есть, вот поэтому сейчас проблема северных льгот, она особо обострилась, при том, что понимая, что минимальный размер оплаты труда, он обязательно должен, он не нормальный, он должен еще выше быть. Реально даже это мало. Об этом сегодня говорил президент послания. Вот, но очень большое количество компаний, к сожалению, не смогут выплачивать такую заработную плату. Да, действительно, может немножко продолжение. Вот у нас совещание, которое было в областном правительстве во вторник, под представительством первого вице-премьера федерального правительства, действительно, бизнес тоже, региональный бизнес говорил о том, что проблемы эти есть, и действительно нужно ее решать. И я считаю, что действительно, вот вовлечение бизнеса, вот вопрос именно обсуждения, в каком формате правильно компенсировать эту дополнительную появившую нагрузку, это, я считаю, очень-очень своевременно, очень правильно. И я уверен, что вот эта рабочая группа, которая будет в ближайшее время создана в рамках госкомиссии по Арктике, она предложит рецепт решения этих вопросов. Ну вот мы сегодня говорим о проблемах в основном, о том, как северные льготы тормозят развитие бизнеса, но тем не менее, последние годы Архангельская область становится привлекательной для инвесторов. Вот какие глобальные проекты сегодня реализуются в регионе, какие сферы наиболее успешные? Да, действительно, по статистике, кстати, в начале марта уже очередная выйдет по инвестициям, она немножко с опозданием идет, то есть мы не 1 января можем подвести итоги в начале марта, традиционно подводятся итоги по инвестиционным деятельностям в предыдущий период. Немножко забегая вперед, хочу сказать, что мы ожидаем цифру по росту инвестиций в регион 2017 год по сравнению с 2016 порядка 25%. В прошлый год мы тоже сильно приросли, прирост был порядка 30%, вот это из года в год повышение действительно показывает то, что инвестиции в регионе есть, безусловно. Ключевые направления это лесопромышленный комплекс, вот буквально сегодня на правительстве мы рассматривали итоги реализации за предыдущий год приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Это традиционно наш драйвер, и те проекты, которые реализуются в сфере лесопереработки, имеется в виду механическая переработка в сфере целлюзно-бумажной промышленности, вот в эти отрасли, ну действительно показывают хорошие успехи. Все-таки это крупный бизнес в основном. Это крупный бизнес, но хочу заметить, например, вот среди приоритетных проектов в области освоения лесов появляются и небольшие предприятия, например, Форест в Северонежске, в Моногороде, небольшое предприятие, относящееся к малому бизнесу, 300 миллионов инвестиций, более 100 рабочих мест, глубокая переработка древесины, современное производство. Ребята взяли за этот проект, доказали федеральному центру, что они сегодня имеют право претендовать на приоритетный проект, они получили этот статус, получили льготную лесосеку и сегодня успешно реализуют этот проект, и нет сомнений, что он не реализуется. Спасибо, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, уважаемая студия. С вами говорит Иванова Рентульна, и хотелось бы поблагодарить Виктору Михайловичу Казаринова, что мы кушаем вкусную его продукцию, вкусные огурчики, зелень. Огромное ему за это спасибо. Респект. Спасибо за ваш звонок. Вопросов у вас нет, я так поняла. Кстати, про огурцы я хотела спросить. А вот они конкурентоспособны у вас? Ну, к сожалению, без государственной поддержки наша продукция не конкурентоспособна. То есть на севере без господдержки огурцы не растут? Нет, невозможно. У нас самый дорогой в России газ, самый дорогой. У нас одна иная. Виктор Евгеньевич, подождите, я вас немножко перебью. В Архангельской области что же было беспрецедентное решение для нашего региона принято с 2012 года на протяжении пяти лет оптового цены на газ благодаря обращениям губернатора к президенту не росли. Нет, но тем не менее, значит, он отличается по цене от Вологды практически. Ну, поэтому и обращение тоже было. Да, да, да. То есть он не растет, но изначально, значит, самый дорогой, одно из самых дорогих электричества. У нас очень короткий световой день, то есть громадное количество денег тратится именно на обогрев и на освещение теплиц. Вот, и поэтому мы рассматриваем возрождение тепличного это как проект государственно-частного партнерства. Государство помогает в трудных условиях предприятию работать за счет субсидирования расходов на отопление, на выпуск продукции. Северяне получают качественную свежую продукцию, которой в отсутствие нашего предприятия не было бы вообще, потому что многое из того, что мы производим, сюда бы никто не повез, потому что чисто физически там ту зелень, которую мы производим, ее привести невозможно по дороге испортиться. Вот, и поэтому предприятие работает, старается, но то, что касается темы сегодняшнего разговора, это северные льготы, повышение минимального размера оплаты труда, это ляжет с дополнительной нагрузкой на предприятие, которые и так работают в не очень простых условиях. Ну, Виктор Евгеньевич, подождите, вот если даже дальше мы говорим, продолжая тему государственной поддержки села, сегодня если бы применялись бы федеральным центром повышающие коэффициенты к государственной поддержке наших сельхозтаропроизводителей, например, к овощам защищенного грунта, безусловно, бизнес было бы вести легче. Конечно, конечно. Вот. Но пока это нельзя назвать бизнесом в чистом виде, да? Это государственно-частное партнерство. Нет, я говорю, что это вот именно как государственное частное партнерство, потому что и государство не стало бы это дело производить, значит, и бизнес сам по себе этого не может. Но, с другой стороны, да, можно привозить те же огурцы и один вид салата из Санкт-Петербурга, где и энергоресурсы дешевле, и производство больше, но пока довезли, уже начинает портиться. То есть это интересный пример, как с помощью государства все-таки может бизнес на севере функционировать. Почему люди больше не едут на север за длинным рублем и как снова сделать наш регион привлекательным, мы обсуждали в прямом эфире с экспертами. У нас в гостях были Виктор Иконников, заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию инвестиционной политики, и Виктор Казаринов, депутат областного собрания, председатель комитета по экономической политике и предпринимательству. Спасибо вам за участие в программе и успехов. В эфире была программа «Открытая студия». Мы открыты для ваших вопросов. До встречи.